Дорогая церковь, еще раз поздравляю вас с этим прекрасным праздником. Дорогая церковь, поздравляю вас снова на этот прекрасный праздник. Мы с вами все вместе в Иисусе Христе. Вы знаете, сейчас последнюю песню, когда мы пели, у меня настолько замирал дух от его присутствия, что даже силы уходили. Настолько прекрасно, что он здесь, среди нас, с нами. Ой, сегодня мне хочется поговорить о церкви, о том, как Господь ее называет. Вот у Иоанна я прочитала такие прекрасные строчки, Иоанна 15, 1-6. Давайте внимательно послушаем. Я уверена, вы читали много раз, внимательно. Что вы услышите? Он говорит, я есть истинная виноградная лоза. А отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает. Чтобы более принесла плодов. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе. Так и вы, если не будете во мне. Я есть в лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Вы знаете, когда мы читаем Евангелие четырех апостолов, то мы как бы всегда видим, что так написал Марк, а так написал Лука, допустим. Так Матфей. И одно и то же они освещают по-разному, но очень одно другое дополняет. Но вот эти строчки написал только Иоанн. Что вы думаете, никто больше не слышал, что говорил Иисус? Вы знаете, что любовь все слышит, что о любви. И Иоанн настолько был пропитан любовью, что он не упускал ничего, где говорилось о любви. И вот мы сейчас с вами прочитали его послание. И если вы были внимательны, то вы могли услышать очень интересную вещь. Иисус говорит здесь не от себя, как Иисус, отдельно где-то. А он здесь говорит, как он церковь. Он говорит, что он церковь. И есть тот виноградарь, который за этой церковью наблюдает. То есть он в этом послании слил себя с нами. Он относит себя к нам, как тело Христа. Иисус так интересно говорит об этом. И посмотрите, как он говорит, что он есть виноградная лоза. Мы ветви, на этой лозе, но есть виноградарь, который наблюдает. Даже не Иисус обрубает ветви, а виноградарь. Иисус, вот мы все с вами, это тело Христа. Но виноградарь наблюдает за этим телом. Виноградарь, наш Бог-Отец. Посмотрите, как он говорит, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. Представляете? Вы задумывались над этим? Насколько Бог-Отец не безразличен к нам. Не только Иисус, не только как мы, а Бог-Отец. Мы помним слова Павла в Римляне 12.5 говорится, что мы все вместе составляем одно тело, порознь члены. Так Иисус и сказал, мы все в общем, как виноградная лоза. Но мы порознь ветви от этой лозы. Так что у Церкви есть большая ответственность являться телом Христа для этого мира. Разве не так? Каждый из вас несет ответственность быть для этого мира телом Иисуса Христа, членом тела Иисуса Христа. И Отец виноградарь наблюдает за нами. Как за общей церковью, в общем, так же Он наблюдает за каждой веточкой. Приносит ли она плода или нет. Как же жизнь протекает здесь у нас благодаря соку виноградному. А что является соком виноградным? Дух Святой, наполняющий эту верь, наполняющий эту лозу. Мы знаем, что Иисус Христос был наполнен Духом Святым. Это жизнь. Он принес жизнь. И каждый, кто прикреплен к этой лозе, в нем должен быть Дух Святой. Протекать через нас. Мы должны питаться. Таким образом, Он в нас, мы в нем. если мы не питаемся этой жизнью, мы не можем приносить плоды. Только если мы питаемся, только если мы на лозе. Если ветвь не питается, она умирает. Вы знаете, что можно даже быть в церкви. Но если ты не питаешься соком, который течет в церкви, ты высыхаешь. Потихонечку ты становишься той ветвой, ветвью, которая сухая. Которую потом Отец просто отсекает, потому что она не может приносить плоды. Если она не питается, она становится мертвой. Вы думаете, что только виноградуре видно, мертвая ветвь или нет? Приносит плоды или не приносит плоды? Я вам скажу, что если войти в виноградник, даже не будучи садовником, вы сразу увидите сухие ветки или же живые. Разве не так? Это видно. Это видно. Как видно? По плодам видно. На них нет ни листьев, ни почек, которые намек дают на жизнь, ни плодов. Она сухая. Ну и что, что она прикреплена еще к ветку, к глазе? Но она уже сухая. Она бесплодная. Насколько опасно, даже находясь в церкви, не питаться соком, который течет в церкви, в теле Христа. Потому что тело Христа не бывает без Духа Божьего. Это не тело Христа, это мертвичина. Но если это живая церковь, в ней сок, в ней Дух Святой, значит, мы должны с вами приносить плоды. Вы знаете, как еще можно отличить живую от неживой веточки? Если вы когда-то встречались с виноградной лозой, с ветками винограда, я лично выросла на этом, то я могу вам очень с уверенностью сказать, ветку виноградную живую не сломаешь. Ее гнешь, она гнется, выгибаешь, она выгибается, а поломать ее практически невозможно. А вот сухая веточка раз и поломалась. О чем это говорит для нас? О том, что когда нажмешь на человека обстоятельствами, когда враг хочет согнуть, живая, даже если и согнулась, выпрямится, не сломается, а та, которая сухая, раз, и поломалась. Почему и сказано, что тот, который грешник, один раз упадет и не встанет. А тот, который праведник, тоже семь раз может упасть, согнуться, но он будет стоять. А что дает силу стоять? Тот сок, который течет на лозе, Дух Божий, который течет в церкви, он наполнять должен нас, понимаете? А что это еще за сок? Что нас наполняет? Просто вот Дух, Дух Слова, Дух Слова, потому что Дух Святой пришел, чтобы Слово нам дать, чтобы Слово нам открыть. как сказал Иисус? Что, с чем Он придет, Дух Божий? С чем встречать Его? Он наставит на всякую истину. Он будет говорить. Многие хотят просто чувствовать. Пришел, почувствовал, не почувствовал, ощутил, не ощутил. Мои дорогие, не для этого церковь. Саул тоже ощутил, дальше что? Так и остался Саулом. Слово в Духе Божьем должно наполнять нас. Посмотрите, как интересно сказано у Иоанна 15, 7, 8. Иисус сказал, если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, если мы на лозе и живые ветви, то Его слова в нас пребудут. То чего не пожелаете, просите, и будет вам. Что вы будете просить, если Дух Божий и Слово Божье внутри вас? Конечно, конечно, то, что желает Дух Божий. И дальше говорится, тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. это признаки жизни. Мои дорогие братья и сестры, это признаки жизни. Если вы пребываете в лозе, на лозе, извините, на лозе, и Слово Божье пребывает в вас. Не буква, еще раз повторяю, не буква. Дух Святой буквы не принес, Он принес Слово жизни. Он вложил в эту букву жизнь. Если в вас это жизнь Слова, вы живые, вы приносите много плода и будете услышаны Отцом, потому что в вас жизнь. Вы едины с Иисусом, вы едины. Вы одно тело с Ним в церкви одно тело. Это единство делает нас кем? Учениками. Все ли ученики? Нет, мои дорогие. Единство делает нас учениками. Еще одну сторону рассмотрим. Единство с лозой. Давайте подумаем, можно ли быть в единстве с лозой, если не иметь любви? Возможно ли иметь единство с Отцом, если не иметь любви? Можно ли быть учениками Иисуса Христа, если не иметь любви? Значит, к чему мы с вами приходим? Что те, которые не имеют любви, они не на лозе. Они присутствующие. Присутствующие это не тело Христа. Есть присутствующие, а есть тело Христа. Вот так будет Бог видеть. Вы понимаете? Бог вот так видит уже сейчас виноградарь. Он сейчас уже видит. Он сейчас видит. Те, которые присутствуют, и те, которые тело, в ком сок, в ком Дух Божий, в ком Слово живет, кто наполнен любовью, кто приносит плоды Духом Божьим, те живые. Если нет любви в веточках, то они сухие веточки. Они не могут принести плоды. То есть, тебя уже мог начать точить червяк. Изнутри, знаете, червяк точит. Недовольство, недовольство, недовольство. О чем это говорит? Это о любви говорит, если в тебе недовольство. Это болезнь. Да, есть еще, пока в тебе жизнь нужна, ты болен. Плоды приносят только те, которые соединены, в которых жизнь, и в них течет любовь к братьям, к сестрам в первую очередь. Потому что не надо говорить, я Бога люблю, а эту сестру нет, а этого брата нет. Не надо говорить, что вы любите Бога. Иоанн говорит грубее, не лги. Не лги. Вы знаете, я сейчас сказала, у меня аж все замерло. Как Господь хочет, чтобы до вас дошло, что любовь это все. Что если у вас есть любовь, она проявится к братьям и сестрам. И наградарь наблюдает за нами. Если не приносим плодов любви, со временем будем отсечены. Не сегодня, завтра, послезавтра. Но это происходит. Происходит. Посмотрите, как говорится о любви. Некоторые говорят, ну мы же что-то делаем. Дела вот. Скажите мне, что свидетельствует о любви? Есть ли дела без любви? Честно скажите, есть дела без любви? Сколько угодно. Сколько угодно. Говорится, для этого тебе нет пользы. Вспомните слова 1 Коринфлянам 13 глава, вы хорошо, наверное, знаете. Если говорю языками человеческими, ангельскими, о любви не имею, то я медь звенящая. или кимбал звучащий. Ну как же, я же говорю иными языками. Я крещён Духом Святым. Медь звенящая. Кимбал звучащий. Ничто. Для Бога ничто. Нет любви. Нет любви, нет Бога внутри тебя. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, могу горы переставлять, а не имею любви, что я ничто. Ничто. Без любви это ничто. Если раздам всё имение моё, я дам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Услышьте. Услышьте меня, что я хочу сказать. Это не показатель жизни. Если вы имеете дар языков, это не показатель жизни. Если вы имеете дары пророчества, это не показатель жизни Христа в вас. Некоторые так и считают. Раз не говоришь языками, значит, ты не кричен Духом цветом. А вот говоришь всё в порядке. Нет, это не показатель любови. Как же я жертвую, столько пожертвовав. Не показатель. Показатель только любовь. А вот в любви дела, да, это показатель. Итак, это не плоды лозы. Без любви нет плодов. Просто хорошо запомните, это всё не плоды. Нет тебе пользы и ты ничто. Потому что жизни в тебе нет Христа. Жизни нету. Понимаете? А что же тогда плод? Павел говорит Галатам 5, 22, 25. Плод же Духа. Любовь. Радость. Мир. Долго терпение. Это всё признаки любви. Благость. Мило что? Милосердие. Вера, кротость, воздержание. Если у тебя нет любви, нет у тебя этих качеств. Нету, понимаете? Ты чуть-чуть можешь помилосердить, чуть-чуть потерпеть. Но это не твои качества. Это не плоды. На таковых нет закона, у кого вот это есть. Зачем закон, когда там любовь. На любовь нет закона, потому что любовь сама закон. И дальше говорится, но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые христовы, те, которые тело Христа, они распяли свои страсти, свои похоти. Это все страсти. Раздражение, недовольство, это все страсти. Не надо думать только другие страсти. Это тоже страсти. Не может быть любовь и эти страсти. Кто Христовый? Кто тело Христа? Распяли плод. Потому что вот это плод не прикрепится к телу Христа. Вы можете представить на теле Христа, чтобы были страсти? Можете Иисуса Христа таким представить, что у него пальцы страстные, глаза нету, он весь полный любви. Вот это церковь. Вот это истинная церковь. Это истинные члены тела Христа. Кто Христовы? Те распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу поступать должны. Вот это плоды лозы. Вот это плоды лозы. Этого ждет Господь. Он приходит виноградник и ждет плоды и смотрит на каждую веточку. Ну-ну, где любовь, где распятые страсти, еще говорим, у меня характер такой. А что это значит? Это значит, что ты не на лозе. В тебе не течет сок. Нет любви. Ты еще позволяешь себе быть плотским. Ты еще не распял свое. Ты кто присутствующий? Или же прихожанин? Как хотите. но все становится возможным, когда есть любовь. Когда ты исполняешься Божьей любовью. И говорится, потому узнают все, что вы мои ученики. Если будете иметь любовь между собою. нет, не любовь к Богу. Это естественно. Но узнают, что вы ученики Иисуса Христа, если будете иметь любовь между собою. А Иисус сказал, что как мы можем его прославить? Как виноградарем мы можем прославить? Виноградарем не Иисуса. Виноградарем мы можем прославить только, если будем его учениками. Так сказал Иисус. Тем прославится Отец мой виноградарь. Если вы принесете много плода и будете моими учениками, нет, не криками на улице, покайтесь, покайтесь, как некоторые считают, выйти на улицу и прославлять таким образом. Будьте учениками, тогда вы выйдете на улицу и прославите. В первую очередь, это станьте учениками. Принесите плоды, любовь, радость, долготерпение, мир. И тогда вы будете так наполнены Духом Христа, что где бы вы не были, к вам подойдут, к вам придут. И вы только уста откроете, оттуда польется любовь. Кто стоит перед любовью Христа? Кто? Не надо будет доказывать, надо будет только посмотреть, и ваше личико просветит сердце на улице любого. тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, Я возлюбил вас. Любовь, как возлюбил Меня Отец, Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей. В какой? Как Отец возлюбил Иисуса. А Иисус возлюбил нас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как Я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви, и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша, будет совершенна. Вы слышите? Его радость в нас пребудет, и наша радость будет совершенна. А когда у нас совершенная радость? Когда мы в любви. Когда есть ненависть, недовольство, вражда, коварство, не до любви нам и не до радости. А когда ты весь в любви, такая радость, аж задыхаешься от нее, сердце не выдерживает. Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вы скажете, а мы выполняем заповеди Божьи. Покажите. Покажите. Вот она, заповедь Божья. заповедь Иисуса Христа. Так возлюбите друг друга, как Он возлюбил. А как Он возлюбил? Он говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Он говорит, вы друзья мои, вы друзья мои, поэтому Он положил свою душу. Если исполняете то, что Я заповедую вам, то вы будете Его учениками, то вы на лозе, вы едины с Ним, внутри вас Бог, сок Божий течет. Вы воистину те самые ветви, которые приносят плоды, и все увидят, что вы ученики Иисуса Христа. Это будут не пустые слова, не пустые желания, как молятся некоторые красиво, но это будет истина, совершенная вашей жизнью. И это единственное, что хотелось бы, чтобы прославить Отца. Тем прославится Отец Мой. Если вы принесете много плодов любви, так добавлю, и будете Моими учениками. Я другого просто не знаю. Иисуса, быть учеником Иисуса Христа и не любить невозможно. Тогда чему мы научились? Чему? Он нас учит жертвовать, жертвенно любить. Все его учение говорит только об этом, о любви. Поэтому невозможно иначе. это все равно, что быть на лозе и оставаться сухим. Однажды виноградарь обрубит. Поэтому давайте переносить плоды. Мы уже большие, нам уже 22 года. Я не говорю, что все вы 22 года ходите, кое-кто ходит. Но сколько бы лет вы не были на этой лозе, пора приносить уже плоды. Хорошо? Любите друг друга. Не простой любовь, не человеческий. Потому что человеческая любовь сегодня любит, а завтра нет настроения. Любите так, как он вас любит. Без всякого настроения. Просто любит. Я вас благословляю любовью Иисуса Христа. И любовью Отца нашего, потому что он виноградой. И он послал Иисуса, потому что он первый возлюбил нас. И Духа Святого прислал сюда как любовь, которая вот здесь сейчас все наполняет собою. Откройтесь для него. Откройте свои сердечки. Примите эту любовь и отразите ее для других. Вы на одной лозе. Не может быть на одной лозе разной веточки одна другую не любит. Отсекает господин. Любит. Любит. КОНЕЦ.